Всем привет! Вы на канале Шпинаточка, и в этом видео я буду делать кастом-сумки. Я подумала, что любые свои творческие проекты, будь это кастом-создание чего-то или просто какая-то работа, я буду всё-таки выкладывать на канал. Что же мы будем кастомить? То есть сказать, что мы своим молодым человеком недавно посмотрели аниме, которое называется «Становление героя Щита» или «Восхождение героя Щита». Вот мне безумно понравилось, и мне, разумеется, понравился главный герой. И, конечно же, мне понравилась 21 серия, осторожно, спойлеры. В общем, там был один кадр, и он был просто шикарен. Это было просто невозможно приятно наблюдать эту серию после всего, что происходило до этого. Я не знала, что именно хочу я нарисовать на этой сумке, а когда я увидела это, я поняла, что да, это именно тот кадр, который мне нужен. В общем, здесь спереди будет вот такой вот круг, я его уже загрунтовала. Это будет, соответственно, глаз, ну, я предполагаю, что это глаз на щите главного героя. А с этой стороны я нарисую, собственно говоря, кадр. Здесь уже загрунтовано, но, в общем, можно ещё загрунтовать, чтобы было поплотнее. Вот. И я немножечко отредактировала этот кадр. Вот так он будет. Он будет чёрно-белый с зелёным. Давайте же начнём. Сперва мы загрунтуем ещё один слой, а потом мы переведём эскиз и уже после будем рисовать. Давать я буду, соответственно, грунтом от Санет. И странной кистью непонятной, которую я нашла. Двадцаточка. Вот. Я подложила сюда, чтобы было поровнее. И давайте, собственно, будем грунтовать. Печатки, они очень... Очень долго я пыталась правильно разобраться, но, в общем, разницы по сути у меня никакой не получилось. Ладно, это не важно. Вот. Сейчас я вырежу каждую из этих. Ещё раз их досконально сравню. У меня такое ощущение, что между ними есть какая-то разница, но в то же время я её как будто бы и не особо ощущаю. В общем, я буду сейчас переносить эскиз на сумку. Переносить я буду его с помощью копировальной бумаги. У меня синего цвета. Она ещё бывает чёрной. И пользоваться я буду вот таким лайнером. Это у меня 01. Да? Всё переносится. Отлично. Я перевела рисунок. Получилось это вот так. Не очень точно, само собой. В принципе, мне здесь всё понятно. Но, может быть, я сейчас что-то уточню. Мне уже, если честно, нравится, потому что, ну, я вижу уже очертания. Я могу додумать, каким в итоге, какой будет моя работа. Вот. И я просто... Я счастлива. Ребята, я тут, короче, случайно смахнула чернила. Мокрой рукой и, блядь, фокусируйся. В общем, голубой лайнер, который у меня куплен непонятно где, непонятно за сколько. Короче, дешёвый лайнер голубого цвета. Он вымывается в розовый. Давайте я вам... Давайте я вам вот так покажу. Ну, то есть, это, блядь... Это что? Что это такое? Давайте я прям смело так сейчас вытру, потому что я... Я в шоке просто. То есть, ну, как? Розово-голубой тинт получается на грунте. Я, типа, могу сейчас вытереть. И, и, и... У меня, короче, просто шок сейчас. Это интересное замечание, я не понимаю, из-за чего это случилось. Из-за лайнера или из-за грунта? Здесь нужно сделать маленькую заметку, так как я нашла у себя в залежах с акриловой краской светящуюся краску. И я решила ее нанести, я проводила тест, оказалась такой полупрозрачно-белой. И после того, как я нанесла лак, вот этот белый налет выглядел очень некрасиво, я решила все перерисовать. Также важный момент, который мне, наверное, нужно сказать. Этот глаз я лакировала лаком от Деколы, который называется «Ройной глянь». Забавно то, что когда он высыхал, заломила ткань, и вот, в общем, лак застывший просто треснул, лопнул, и просто появилась огромная, огромная трещина. Просто провал в ад какой-то. То, что нужно сказать. Не пользуйтесь этим лаком для каких-то подвижных поверхностей, потому что этим лаком я лакировала работу на холсте. И там все норм, ничего не потрескалось, ничего не умерло, вот, но почему-то на ткани этот лак, ну, прям реально, он лопнул. Я не успела сняться, но он лопнул, и по этой причине он не является деспособным для кастомизации каких-то вещей. Вот, в ТикТоке меня про это спрашивали, вот. После этого я залакировала и основную работу, и этот глаз лаком от Royal Talents, и все нормально, ничего не трескается, ничего не стало мутным, вполне хорошо. Единственное, что очень долго есть запах лака, но для меня это не является минусом, но про это все же нужно сказать. И лак от Royal Talents, он не потрескался, даже несмотря на то, что я налила такую прям огромную лужу. В общем, я наконец-то буду начинать рисовать лицом. Я, честно скажу, побаиваюсь, потому что я давно не рисовала акрилами, тем более я давно рисовала что-то анимешное. У меня какой-то страх присутствует при этом. Начинать я, наверное, буду с темных тонов. Субтитры сделал DimaTorzok В общем, такой у меня пока прогресс. Я наложила все пятна, все тени, и теперь я готова делать лайн, уточнять волосы, доделывать всякие линии. Я очень довольна тем, как это выглядит, это просто волшебно, просто прекрасно. Я очень счастлива, это получается просто классно, очень классно, мне очень нравится. Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая у меня получилась сумка. Я решила вылезти за контур и нанести это просто шиммерным акрилом вот этим, потому что это оказалось хуйней. Я попробовала смешать эти две краски вместе, но, к сожалению, когда я выключила свет, я не увидела вообще никакого результата. Субтитры сделал DimaTorzok Основные основные соцсети. Ну и, конечно же, если вам нравится то, что я делаю, если вам нравятся мои работы, мой стиль, или если бы вы просто хотели заказать у меня что-то вот такое же, как эта сумка с каким-то кадром или еще чем-то. Знаете, что мои заказы открыты, я их с радостью все принимаю. Вам остается только мне написать, и мы обязательно с вами договоримся. Всем спасибо за просмотр, всем пока!